В Госдуму внесён проект закона о штрафах для пользователей электросамокатов. В частности, речь идёт об управлении электросамокатом в нетрезвом виде, об отказе от медосвидетельствования по превышению скорости и перевозке детей. И вот размер штрафа от 3 до 5 тысяч рублей. Авторы документа — сенаторы, которые решили отреагировать на рост ДТП с участием электросамокатов. Если в 2022 году произошло более 900 ДТП, то в прошлом году уже зафиксировано более 3 тысяч происшествий. В нашей студии один из авторов законопроекта — сенатор Ирина Рукавишникова. Ирина Валерьевна, здравствуйте. Добрый день. Итак, вы с коллегами из комитета внесли в Госдуму законопроект, который предполагает введение ответственности для пользователей самокатов. Вот какой и за какие правонарушения? Ну, надо начать с того, что с 1 марта прошлого года были внесены изменения в правила дорожного движения, где абсолютно чётко были прописаны правила использования средств индивидуальной мобильности. Вот мы называем их средствами индивидуальной мобильности. Сюда входят и самокаты, и велосипеды с электродвигателями. Моноколёса. Моноколёса, там, сигвы и так далее. Да, всё то, что очень активно и очень популярно используется населением для передвижения. Правила были прописаны. Соответственно, теперь мы синхронизируем с этими правилами нормы об административной ответственности. Предлагаем сделать несколько отдельных статей, отдельных составов. Ну, по сути, вы их уже назвали. Это действительно составы, которые охватывают общий порядок нарушения правил дорожного движения. Ну, когда, например, владелец средства индивидуальной мобильности Пересекает в неустановленном месте дорогу, не глядя ни на знаки, ни на какие-то другие ограничения. Соответственно, создают и помехи движению автомобильному, или едет, допустим, по тротуару, создают помехи. Это вообще вызывает недоумение, если честно. Да, безусловно. Когда ты идешь с ребёнком, и тебе навстречу несётся просто этот самокат. И, наверное, помехи – это не самое страшное в этой ситуации. Хотя, конечно, эти помехи могут создать реальные последствия, в том числе и нанесение лёгких, и средних, и тяжких телесных повреждений. Конечно. И все вот эти моменты необходимо исключить, безусловно. Потому что необходимо понимать, что средства индивидуальной мобильности – это полноправные участники дорожного движения. И, соответственно, на них должно распространяться законодательство, которое существует в отношении безопасности дорожного движения. И распространяется и на пешеходов, и на автовладельцев. Поэтому, мне кажется, вот эти поправки, они призваны уточнить, упорядочить. И, соответственно, сейчас создать цельный правовой каркас регулирования этой сферы. Кто и как будет выявлять всё-таки нарушителей? Предполагается в нашем законопроекте, что приоритет, конечно, будет у сотрудников органов внутренних дел. Но при этом мы понимаем, что достаточно активно развивается в регионах эта сфера бизнеса, когда предоставляются электросамокаты в прокат и так далее. Создаются велодорожки, создаются специальные какие-то инфраструктурные объекты для популяризации, в общем-то, этого вида и спорта, и передвижения. Поэтому предполагаем, что администрирование отдельных видов правонарушений может быть делегировано на субъектовый уровень, передан регионам. Для этого нужно будет заключить специальное соглашение с органами внутренних дел. Ну и, соответственно, брать на себя эту сферу администрирования в зависимости от возможностей субъекта. Ну а в целом, конечно, это сотрудники органов внутренних дел. С точки зрения здравого смысла, если так порассуждать, можем ли мы пойти по пути европейскому, когда даже на велосипеды вводятся права, и чтобы сесть даже на велосипед, нужно получить корочку? Как вы считаете, в будущем это возможно? Ну, мне кажется, наш законопроект – это очередной, но, безусловно, не последний шаг в регулировании этого вопроса. Потому что, действительно, эта сфера развивается, она требует комплексного подхода. Совершенно понятно, следующий вопрос и следующая задача – это вопрос идентификации, определения, собственно, виновного в совершении правонарушения. Определить виновного в совершении правонарушения невозможно, пока мы не идентифицируем номерами, действительно, каждое средство индивидуальной мобильности. И это будет следующий логичный шаг. Насчет прав мне пока сложно сказать, потому что сейчас, в общем-то, эти самокаты доступны и детям, и несовершеннолетним, причем, мне кажется, совсем маленького возраста. Это, конечно, до какого-то периода, до 14, до 16 лет за них несут ответственность родители, но, тем не менее, элементарные правила дорожного движения, знание об этих правилах, конечно, должно быть абсолютно у каждого. Елена Валерьевна, еще одна тема – это оказание бесплатной юридической помощи для людей, в отношении которых установлена опека. Какие возможности в этой связи им предлагает государство? Действительно, это очень серьезная тема. Государство предлагает для этих людей, не только предлагает, но и создает все условия для того, чтобы такие люди, не только эти люди, но и их опекуны, их представители закона, потому что в основном речь идет, конечно, о людях недееспособных. И в отношении каждого недееспособного есть его законный представитель, опекун, попечитель. Вот в этой части действует федеральный закон о бесплатной правовой помощи и категория граждан недееспособных, а также их законные представители имеют право на получение такой помощи. Причем достаточно широкий круг вопросов. Наиболее чувствительные вопросы, вопросы, касающиеся лишения недееспособности, лишения дееспособности, простите, и восстановления дееспособности в том случае, когда есть к этому предпосылки и необходимо рассматривать вопросы в судебном заседании. Это все решается в судебном заседании. Вот, к сожалению, информированность населения о том, что есть такая возможность получить бесплатную правовую помощь от государства, от адвокатских образований, государственных юрбюрок, к сожалению, очень низкая. Поэтому наша задача сейчас обратить на эту сферу внимание серьезное, расширить возможности информирования и, соответственно, активизировать работу в том числе и юридического сообщества, адвокатского сообщества, которое занято в системе оказания бесплатной правовой помощи, и государственных юрбюро, для того, чтобы вот такая помощь была оказана по всему спектру вопросов. Ну а в целом, адаптированы ли государственные цифровые сервисы для людей с такими особыми потребностями? Если нет, то как это можно исправить и достаточно быстро? Несколько проблем есть в этой сфере. Действительно, сейчас сайты государственных органов не до конца адаптированы, скажем так, для людей с инвалидностью. Если более широко к этой проблеме подходить, то, конечно, здесь в первую очередь нужно учитывать требования для людей с инвалидностью. Вот сейчас инвалиды по зрению, в принципе, могут пользоваться государственными сайтами, потому что есть такая функция, она автоматически заложена практически во все сайты государственных органов. Люди с другими нозологиями, к сожалению, пока лишены вот такой адаптивной коммуникации и вынуждены обращаться за помощью, соответственно, к помощникам, к представителям, к другим людям и так далее. Мы хотим, чтобы сайты государственных органов и органов, которые подведомственны государственным органам власти, были адаптированы в широком, совершенно в широком смысле этого слова, практически для всех нозологий. Предполагается, что такие сайты будут оборудованы голосовым помощником, чат-ботом, который поможет ориентироваться человеку не только визуально, но и с использованием каких-то голосовых средств помощи. Для этого мы, собственно, с коллегами-сенаторами и депутатами Госдумы вынесли соответствующий законопроект, рассчитываем на его рассмотрение в ближайшее время. Я думаю, он поможет нам вот эту проблему преодолеть. Да, спасибо, Ирина Валерьевна. У нас в студии была сенатор Ирина Рукавишникова.